В данном видео я расскажу вам о злобной игрушке по имени Манглер, которая любит потрошить своих владельцев. Если хотите больше роликов про разных аниматроников и роботов, ставьте палец вверх. Итак, сегодня у нас речь пойдет о Манглере, синем медведе-роботе со скверным характером. Он появился в одной из серий сериала «Время призраков». За авторством Роберта Лоуренса Стайна. Ролик я разобью на две части. В первой мы пройдемся по сюжету, а во второй поговорим про все остальное. История начинается с того, как Марк и его друг играют в приставку. Братишка Марка Тед весь извелся. Он уже несколько часов ожидает доставку одной редкой игрушки. Парнишка был заедлым коллекционером. Наконец-то посылка приехала. Марк с Джейсоном поинтересовались, что внутри. Тед с нескрываемым восторгом рассказал, что заказал просто невероятный экземпляр для своей коллекции. Да и стоил он недорого, всего пять тысяч долларов. Марк пришел в ужас. Это же были деньги, которые их родители выделили Теду на машину. Но парня это не особо трогало. Вбежав в свою комнату, он достал из коробки синего мехового медведя. Марк и Джейсон недоумевали. Это же была обычная плюшевая игрушка. Но оказалось, что Мишка был очень редкий. Таких было всего семь штук. Святой Грааль любого коллекционера. Медведя звали Манглер, и он был героем старого телешоу, в котором он сражался с машинами, поработившими человечество. Тед привел свое ценное приобретение в надлежащий вид. Почистил детали, причесал мех и засунул в стеклянный шкафчик, в котором Мишка будет радовать одержимого коллекционера каждый день. Затем парень отправился перекусить. У холодильника его напугал какой-то шум, а потом ему в лицо бросился Манглер. Оказалось, что Марк и Джейсон вынули Мишку из места его содержания, чтобы напугать непутевого Гика. А в конце они и вовсе бросили дорогую игрушку в Теда, совершенно не думая о ее стоимости и о чувствах паренька. Он чуть ли не в слезах бросился в свою комнату, чтобы починить свою прелесть. Ночью начали происходить жуткие вещи. Игрушка ожила и отправилась убивать. Поначалу она хотела распотрошить Теда, но тут на улице заметила Джейсона, который вел себя днем с ним просто неприемлемо. Манглер залез в дом своей жертвы и превратил тело мальчонки в отбивную. Я, значит, закрываю свой планшет и даю тебе... Утром полуживого фаршированного Джейсона увезли в больницу. Провожающий его Марк нашел на его теле кусочек синего меха. Он сразу понял, что с медведем его брата что-то не так. Парень стал расспрашивать Теда, но тот его послал. Тогда Марк нашел коробку, в которой привезли игрушку. На ней был указан адрес отправителя. Он снова подошел к своему брату и попросил отвезти его к предыдущему владельцу манглера. Им оказалась женщина. А если точнее, то ее брат, который недавно погиб. Бедолагу нашли растерзанным в его комнате. Именно после этого женщина стала распродавать его коллекцию игрушек. Подозрения Марка усилились. Он не мог ничего доказать. А потому попросил брата на ночь запереть манглера в гараже. Однако ночью игрушка опять активировалась и пошла искать, кого бы убить. Она пробралась в комнату к Марку и почти что прикончила его. Но парень вовремя проснулся и сумел скинуть противника на пол. На крики прибежал Тед. Сначала он подумал, что его братик спятил. Принес медведя из гаража и хотел его порвать. Но внезапно манглер ожил и накинулся на своего владельца. Тед откинул монстра, который быстро скрылся. Братья долго искали существо и наконец нашли его в гостиной. Манглер бросился на Теда, который был вооружен катаной. Герой не растерялся и отсек робо-мешке голову. Убедившись, что тварь сдохла, ее склеили. Упаковали и продали по дешевке. Указав в описании, что коллекционная игрушка была почти что в идеальном состоянии. А теперь давайте разбираться в том, кто же этот манглер такой. Начать стоит со старого анимированного телешоу. Его показывали по телевизору с 1982 по 1984 годы. И оно было самым рейтинговым в то время. Создатели просекли фишку и выпустили фирменные игрушки в виде главных героев. Каждый ребенок хотел получить одного из робо-медведей и спрос значительно превышал предложение. Самым популярным был, конечно же, манглер. Теперь немного про сюжет самого телешоу. В 3082 году человечество было атаковано и почти полностью уничтожено разумными машинами. Немногие выжившие либо попадали в рабство к своим противникам, либо становились участниками сопротивления. Среди последних были гениальные ученые, которые создали робо-медведей, сражающихся на стороне людей. Всего их было три – дрель, реактивщик и жнец. Они успешно расправлялись с разумными машинами. В один прекрасный день появился четвертый робо-медведь – манглер. Все были рады пополнению, но никто из людей не знал, что новичок был тайным агентом противника. Его подослали, чтобы разнюхивать обстановку внутри сопротивления, а также для саботажа и убийства значимых человеков. Зрителям манглер понравился больше всего. Он был опасным и загадочным, а потому именно его покупали чаще остальных. Вот только был один нюанс. Исходя из дополнительной информации по обсуждаемой сегодня серии, шоу робо-медведей принадлежало военным. Таким образом, они хотели с ранних лет прививать у подрастающего поколения любовь к армии. Поэтому игрушки производились на заводе, внутри которого также располагалась передовая лаборатория. Для производства сверхсовременных чипов военного назначения. Что-то кто-то где-то напутал. Дрель, реактивщик и жнец получились обычными. А вся линейка манглеров стала разумными роботами, желающими устраивать резню. Да-да, я знаю, почти что фильм «Солдатики» в перемешку с «Терминатором». Но сериал «Время призраков» был довольно низкобюджетным. Так что на подобные мелочи мы внимания обращать не будем. Через какое-то время на игрушки стали поступать жалобы. Якобы они атаковали людей, даже убили несколько человек. Всю серию «Синих медведей» отозвали. Коллекционерам удалось втайне сохранить всего семь копий игрушки, владельцы которых со временем стали таинственным образом погибать. По своим способностям манглер – это обычный плюшевый медведь со встроенной внутренней его электроникой. По большому счёту он представляет опасность только для спящего человека, для хилого ребёнка или ютубера, который ничего тяжелее мышки в своих руках никогда не держал. Опасаться стоит только когтей и зубов медведя. Ничем другим он вам навредить не сможет, так как несмотря на военный чип, у него нет продвинутого оружия. Убить его довольно просто. А огнемётом сжечь тварь вообще элементарно. Это всё на сегодня. Марк и Джейсон неудомевали. Но внезапно манглер ожил и накинулся на своего... ПОДПИШИСЬ!